Всем здарова и привет ребята, сегодня покажу вам 2-2 бой, забавнейший, где меня оставили одного воевать против двух озлобленных противников. Так, собираем контейнеры, собрал я то, что мне полагалось, все что надо, и к сожалению мы не взяли большие ящики. Почему так вышло, потому что наши противники очень-то перестарались с пехотинцами, я очень надеялся на дельты, но к сожалению дельты тоже не помогли. Конечно же они против пехотинцев так себе, вот и точки так появились, что очень выгодно получилось для противников, вот здесь очень много пехотинцев и точки как раз таки появились именно тут. Так, собираем контейнеры на голд разведки флота, потому что мы должны взять настолько много, насколько это возможно, ресурсов по морю. Почему? Потому что мы играем против конфедерации, а против сопротивления так не получится, потому что сопротивление может даже взять то, что у вас полагается тут, да. Вот даже задние ресурсы может забрать сопротивление, если вовремя не приступить к сбору ресурсов и сразу же не направиться вниз, а не туда, куда-то, где сопротивление 100% забирает. Так, в общем играем против Самсунга, да он слабый игрок, не спорю, но 24 ранг, который против Несса, достаточно сильный игрок, да и в целом Самсунг тоже может выдать хороший бой, если ему в этом помочь. Так, я практически стал, точнее говоря, перестал, перестал играть торпедками, вот здесь я апаю свои верфи. Так, я пытаюсь, я конечно же понимаю, что тут никак невозможно, мои дельты не прокачаны, даже если они прокачаны, они не справятся с этими пехотинцами, стрелять придется 300 лет и в итоге они все, да, обломаются. В общем ресурсы забирают, здесь первый, второй, тут и зеленый есть, тут и синий, в общем они скорее всего поделили свои ресурсы и теперь у них развитие чуть-чуть лучше. Я считаю, что чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть, потому что они все-таки потратились на пехотинцы, не знаю сколько потратились на пехотинцы здесь наверху, но в итоге, в общем развиваемся, мой противник тоже, точнее говоря, мой напарник тоже развивается. Здесь я, да, мельком посмотрел его базу этим пехотинцам, но еще нужно будет сделать еще разведку, потому что непонятно, они пошли в четвертый штаб или сколько здесь верфей, на какого уровня, где тут торпедки. Все это нужно разглядеть, посмотреть, чтобы знать когда, как атаковать. Здесь почему-то мой напарник сразу идет в вертексы, вместо того, чтобы делать сначала флот, который может его зарашить, да и в целом, если посейдоны будут, то викинги и весь флот, да, равный по силе, должен быть готов, но почему-то мой противник, мой напарник идет сразу же в вертексы. В общем, еще ничего не апнул, здесь я вообще играю без, так как я играю против конфедерации, я играю без торпедки, да и в целом, против сопротивления тоже играю без торпедки, потому что торпедка не прокачана, викинг фул, посейдон слабый, очень слабый по прокачке, но посейдонов я делаю далеко немного, всего лишь позади, они, чтобы стрекозы, да и истребители не беспокоили меня. Здесь пехотинцы разведывают моего напарника, почему-то его, они меня, меня, кстати, не разведали, наверное, разведывают вертексом, да, кстати, почему наверное, потому что я, блин, я же знал об этом. В общем, смотрите, я делаю посейдона, чтобы защитить себя от вертекса, вот, да, первый вертекс прилетает, я его, у меня не получается его словить, я лечу за ним, но мой вертекс все-таки первый появился, я понимаю, что за ним уже не угнаться и просто лечу вообще на базу. Нужно увидеть, что к чему у них происходит и вот, стреляет по мне, но в итоге все равно не убивает, потому что, да, один выстрел. В общем, смотрю, здесь оказывается два завода викингов, здесь третий штаб, здесь третий штаб, здесь есть вертексы, ну вот этот вот, это Самсунг, а это 24 ранг, какой-то итальянец, но он хороший игрок, он сильный. И в итоге сейчас вы все увидите, вот, наконец-то мой напарник идет в четвертый штаб, это самое мудрое решение для него, ну, потому что он слишком много ресурсов, у него, наверное, лишние ресурсы. В общем, мой противник, ну, синий как раз-таки едет, плывет почему-то ко мне, у меня есть вертексы, у меня есть все равно уже викинги, почему-то он не боится. Я вертексами атакую его викингов, на одного направляюсь, всего лишь на крайнего, чтобы торпедки не доставали до меня, но, к сожалению, с этим авторазворотом не совсем хорошо получается управлять вертексами, ну, я думаю, со временем привыкну. В общем, ловлю я вот, да, один за другим все-таки ловлю я ПВОшки, но, видите ли, я вертексами все-таки спасаю себя, вот, эти викинги и посейдоны стреляют. Посейдонов я забрал назад, вот, и мой противник, он вынужден отступить, он, ничего у него не получится. Вот, викинг еще появился у него вертекс, кстати, почему-то у него есть вертексы, он ничего не делает ими, или, может быть, он перестал их производить, не знаю. В целом, в общем, мы видим лишь то, что наш противник, зеленый, уже прожимает моего напарника, я на третьем штабе, он уже на четвертом. В общем, да, очевидно, я, конечно, шучу, он сделал ошибку, просто четвертый апнул, это была его ошибка, он достаточно хороший игрок, насколько я понял. Здесь атака идет по моим вертексам, потому что на базе нет ни, вот, даже просто я вертекс потерял бездарно. Вертекс он, по-моему, тоже теряет, не теряет, в общем, ладно. Но вертекс, да, вертекс я один свой потерял, да, и теперь нужно будет выстраивать викингов. Так, мой напарник уже все, здесь он готов, ему уже стараться не обязательно, ему нужно сразу отстраиваться сюда, вглубь. Он его, короче, зеленый сразу затолкал его в угол. Но это все-таки не вот эта часть, где можно здесь вглубь все отстроиться и более-менее так развивать свою базу. Ну и вообще в целом не бояться, да. А здесь никуда не построишься, здесь еще торпедки почему-то он строит, не знаю почему. Потому что это уже для него было просто пустыми тратами, у него же есть посейдона, пустыми тратами ресурсов, к сожалению. Но он все-таки строит торпедки, тоже одна из ошибок. В общем, его продавили, здесь я строил уже этих викингов, здесь 4 вертекса. И пытаюсь забрать то, что здесь в углу. Вот, пехотинца туда направил с небольшой надеждой. Я знал, что, конечно же, у меня ничего не получится забрать этот ресурс. Здесь тоже забирают, а здесь, точнее говоря, здесь. В общем, здесь я направил пехотинца. Толком у меня ничего не получится, потому что у противников есть вертексы. Вот, зеленый, мне кажется, даже сильнее, чем синий. В общем, в этом бою очень забавная ситуация случилась, когда моего вот про синий сейчас уже давят. Именно с лучом. Это вы все увидите скоро. Вот, пока что, пока что, пока что нет. Пока что подождите. Так, в общем, вертекс атакует, почему-то он, не знаю, дождался нормального тайминга. И нормально, в общем, он вовремя атаковал. Здесь я почему-то развернулся для викингов. И вертексы развернулись именно вот таким вот образом. Я потерял одного вертекса бездарно. И сюда, в самый край, я ставлю посейдонов, чтобы уничтожить все-таки торпедки. Торпедки не прокачаны, но все равно какой-никакой урон они несут. И, возможно, опасно. В общем, пока что я не понимаю, что происходит на базе зеленого, на базе даже синего. Поэтому лучше всего не стал рисковать. Пока что вертексами я себя защищаю. Пока что вертексами я все контролирую. Всякие нападения. Здесь уже штаб строится. Здесь эти... Кстати, да, вот я краешком стреляю по викингу. Сейчас, естественно, сейчас вылетят эти вертексы. Вот вертексы вылетели первого. Первого. В общем, одного все-таки вертекса он потерял. Да. Потом... Нет. Так. Специально лечу в то место, где посейдоны. Но посейдоны тоже все-таки не прокачаны. Видите ли, он даже одного вертекса, у которого было пол хпшки, не забрал. Здесь я пвпшку, пвпшку, говорю, пвпшку поставил наконец-то, хоть один. Потому что вот вы увидите, он вообще герой пвпшка. У меня пвпшка еще 6 апов, целых 6 апов на урон качать. Он вообще даже близко не фуловый. И поэтому не думайте, что пвшка у меня такая фуловая и сильная. В общем, помогая вертексами, здесь уже идет нападение, не нужно томить. У противников сейчас много потерь. У синего я ему торпедки сломал, у него нету посейдонов, у него вертексы кончаются. В общем, у него викинги тоже не прокачаны, как видно. Вот, поэтому нужно быстрее давить синего, чтобы зеленый совсем не разрос до больших размеров, до пятого штаба. И в итоге там, не знаю, техника или вертексами, или там, не знаю, лучом не атаковал меня. Поэтому лучше всего быстрее уже прикончить синего, или как минимум давить его. И в итоге сделать себе меньше проблем. Вот, мой напарник все-таки здесь отстраивается. Так, не додумались, не додумались эти зеленые, не додумался сюда поставить посейдонов, чтобы уничтожить эти вот хотя бы какие-то здания. В общем, стреляю, у меня пять посейдонов, стреляю по доступным зданиям. Но, в первую очередь, как говорил диверсант, я сразу же направляюсь под штабу. Эти викинги я направляю как максимум, да, максимально здесь вот в этот, как бы, вход, да, мелкий такой, не вход, а такой, краешек. И чтобы они больше доставались до зданий. В общем, стреляя по штабу и уничтожаю его, пока, у него, кстати, четвертый штаб, вот, синий, большие потери несет сейчас. Я уже четвертый штаб, четвертый штаб апнул, теперь нужно будет уничтожить эти аэродромы, да. Он уже, вот, да, синий он отстроился вверх. Вот, зеленый куда-то вылетел, вот, кстати, да, зеленый уничтожает этого, моего. У него напарника, у него тайфуны, ну, тайфун, естественно, не справится, столько у него масс, тем более 24-го ранга. Масс вертексы, я пытаюсь снести даже ему, вот, даже зеленому снизу, пытаюсь снести его аэродромы, ну, как пытаюсь, я даже сношу его, но теряю свои вертексы тоже. Ну, тут же улетаю обратно здесь, на защиту своих посейдонов, вот. Ну, он синий, то есть зеленый все-таки не такой глупый, как этот. Как синий, поэтому он аккуратно летает. Нет, такой же дурак. Ладно, в общем, здесь точка появилась, здесь тоже то же самое, точка появилась. Нужно, как, хотя бы один забрать. В общем, здесь ПВОшка у меня работает. У него всего лишь один вертекс. Так, все, посейдоны бьют по всем зданиям, до которых они могут докопаться. Можно так сказать. В общем, пока, я не знаю, это интересно или нет, но вот то, что было интересно, да, с лучом, сейчас вы все увидите, это вообще супер. Я сам офигел. В общем, ладно. Викингов здесь поставил, они бесполезны, пускай будут. Пускай разведку мне дают. Так, здесь, да. Так, так, так. Здесь у меня четыре вертекса, одна это один пехотинец. Здесь второй бежит, уже зеленый. Так, одного забираем, здесь второй еще бежит, зеленый. Его тоже нужно забрать, и потом уже обратно домой. Все, его тоже забираем, отлично. А, кстати, еще один, да, вот еще один бежит. А, блин, все. Я его просто в бою не заметил. Я почему-то надеялся, что здесь викинги до меня не достанут, и мне удастся забрать этот ящик. В общем, ладно. Моего напарника давят, давят без остановки. Здесь у него какие-то зевсы уже появились. Ну, зевсы появились, зевсы у него были и так. Потому что нету завода ЗШМ. Так, здесь уничтожаем пехотинцев. Да, там они были вот настолько раки, что пехотинцев поставили в кучу, чтобы с одного раза уничтожить, а не с двух, с трех заходов. В общем, ладно. Это я здесь забрал. Теперь нужно пехотинца туда направить. Так, мой напарник все-таки нормально так развивается все-таки, да. Я бы сказал, я доволен его игрой. Да, он сделал ошибку четвертого штаба, но я доволен его игрой, как он сюда вот стал, ну, перенес свою базу. Так, я, да, уничтожаю вот с одного захода один аэродром. Я лечу в защиту, на защиту посейдонов. Вот, у меня эти вот даже три, да, вот даже четыре, а обалдеть. А, не получилось. Четыре вертекса сразу улетели назад, топливо закончилось, не был готов я к этому. В общем, ладно. Не уничтожая, но один из аэродромов все-таки забрал. Так, ага, здесь мне все-таки удается вот это забрать. Почему-то ни синий, ни красный, ни зеленый не полетели за этим ящиком. Я его удачно забираю. Несколько пехотинцев все-таки направил сюда, три пехотинца. Здесь вот я один посейдон оставил. Здесь идет кречет, ой, кречетку, крепость. Здесь идет крепость, вот, но мне нужно его сейчас, ну, точнее говоря, я уничтожаю его вертексами. И в итоге забираю этот ящик. Противник так видит мою базу, четвертый штаб. Пока что все в порядке. Да, вот, аккуратно летит. Я уничтожаю его? Нет. Я направляюсь по аэродрому. Один из аэродромов забираю. Отлично. Все. О, нифига себе. Я даже уничтожил вертексов. Вертексов, которые были в аэродроме. Так что я получил большой плюс только что. И в итоге даже не потерял своих вертексов. Так, забираю все эти ресурсы здесь. Еще, в общем, я в большой плюс вышел. Еще я... Да, еще один заход. Еще один заход. Еще минус аэродром. И улетаю обратно. Один вертекс теряю. Отлично. Теперь нужно будет подлечиться. И, в общем, сами понимаете. Ресурсов очень много. Поэтому нужно будет апать пятый штаб быстрее. И уже идти в луч. Вот. Потому что без луча здесь на данной ситуации я не смогу ничего поделать. Ну, ладно. Может, скиллы и могут, но я нет. В общем, ладно. Луч делаю. Здесь я уничтожил казарму и поставил SD-шку. Так, смотрим, что было дальше. Ой. Уничтожаю один из аэродромов. Потом ко второму синему. У синего только один аэродром. Точнее говоря, у него третий штаб. Он только один может аэродром ставить. Опять ухожу в защиту посейдонов. Вот. Почему-то направился... А, да-да-да. По заводу. По заводу направился. Завод, естественно, не прокачен. И все. Уничтожаю завод тоже. Так, у меня очень много ресурсов. Поэтому я могу до заказ поставить на вертексов. Вот. Поэтому вертексы две штуки. У меня все-таки есть новые. Так. Здесь патрулируют мои пехотинцы на... На... О, здесь, кстати, он на этот... Зевс поставил. На... Появление ящика. Так. Я думаю, что... Здесь всего лишь три недокаченных посейдона. Почему бы мне не помочь своему напарнику? У него есть ПВОшка. У него есть тайфуны. Поэтому здесь, если даже направлюсь вертексами, да, если вертексы сюда прилетят, вот, зеленого, там, не знаю, синего, он может даже потерять их. Ну, потому что здесь тайфуны. Поэтому я вылетаю на помощь своему напарнику. Здесь что? Так, все. Вылетаю на помощь своему напарнику всего лишь тут. Здесь противники все-таки палят мой луч. Да, вот, кстати, синий. Вот. У меня ПВОшка одна работает всего лишь. Вот, кстати, вот я вбью по этим... Посейдона, в первую очередь, естественно, у них ПВОшки. И здесь вот начинается первое, вот только начало, начало уничтожения моего луча. Они никак не уничтожат его. Вот столько... Сколько они постарались, все равно все в смятку, в общем, все в насмарку. В общем, смотрим. Сейчас вот первая попытка, да, половина ХПшки осталась. Я сейчас подлечу его. Они знают, они в курсе. А я сейчас вот направляюсь. Как раз таки, я не знаю. Да, вот, кстати, зеленый был готов к тому, что вот приблизительно знал, когда у меня топливо закончилось на вертексах. И именно в это время вылетел. А у меня ПВОшка всего лишь одна на базе. В общем, направляется сразу же по лучу. Вот опять уже вторая атака по лучу. До сих пор атакуют. Вот. ПВОшка все еще работает отлично. Но ПВОшка, я как говорил, вот, кстати, одного завалил вертекса. ПВОшка, как и говорил, вот один вертекс у меня, вот второй вертекс, они были на заказе. И у них было какое-то топливо. Сейчас я поднял уже и остальных тоже. Вот. И бездарно теряет свои вертексы. Вот. Мой напарник наконец-то уже смотрит, что к чему на базах у наших противников. И я снова успеваю подлечить свой луч. Да. И зеленый все еще вылетает, надеется на то, что я не успел подлечить свой луч. И пытается его снести. ПВОшка все еще работает. Шесть апов на нем нет. А опять теряет вертексов. ПВОшка работает, вертексы работают. Все отлично. Все. Они потеряли очень много в попытках уничтожить мой луч. Вы сами видите, первая попытка была тогда. Сейчас уже там, не знаю, четвертая попытка, наверное. Здесь я поставил циклон. Здесь тоже самое. Чтобы знать, когда вылетают мои противники. И здесь я поставил циклон на случай, если вертексы вылетят, то посейдоном будет атаковать легче. Потому что вертексы могут появиться внезапно. И посейдоны нанесут урон немного позже. Так. В общем, ресурса хватает на луч. Здесь я уже начал заряжать его. Вот. И у наших противников есть вот масс вертексы. У зеленого тоже самое. И у этого, у синего тоже самое. Масс вертексы. У зеленого пятый штаб. Аж пятый штаб. Я подумал, может быть он в луч пойдет. Но оказывается, тоже не пошел. Здесь я собираю этот ресурс. И это все-таки дополнительная помощь. Здесь он направляется снова ко мне. Я почему-то направился куда-то вдаль. В общем, опять-таки перехожу на буст. Здесь он прям цепляется. Цепляется, говорю. Они лепятся друг в друга. Вертексы. И улетают обратно. Боится зеленый все-таки. Зевсов сделал. Вот, кстати, синий уже вылетел. Самсунг. Он тоже не понимает, что нужно вертексов атаковать. Атакует сразу луч. В общем, все пытаются, пытаются. Уже сколько попыток уничтожить этот луч. Несчастный. В общем, уничтожая всех вертексов, которые летят над ним. Уничтожая, уничтожая. Зеленый уже прилетает. С зеленого тоже есть вертексов. У него тоже немало вертексов скопилось. Он все-таки забрал свои вертексы вон тут. И вот только сейчас направляется. А здесь он почему-то атакует мой циклон. Странно. Я успеваю снова подлечить свой луч. И зеленый... Здесь вот до заказ. До заказ от синего тоже прилетает. Зеленый тоже вот прилетает. Его тоже уничтожаем. ПВОшка все еще работает. Я поднимаю вертексов. Уничтожаю одного за другим вертексов. Луч все-таки заряжен. Я не останавливал его заряд. И в итоге вот все. Я уничтожил всех вертексов. Здесь еще вертексы летят. Вот второй, третий, три вертекса. От синего один. Зеленый два было. Уничтожаю один... А вот. Да. Один из баз. И снова они пытаются уничтожить. Вот синий пытался уничтожить мне луч. Снова у него не вышло это. Вот. Здесь он зевсов еще направил. Мой напарник уже сделал вертексов даже здесь. Потому что я ему помог с этим флотом. Я зеленый полностью был направлен на зевсов, на пятый штаб, на масс вертексы. Потому что ему нужно было уничтожить мой луч. Поэтому он уже не делал флот. Чтобы давить моего... Этого напарника. Здесь он делает каких-то зевсов. Непонятно почему. Как можно без тайфунов играть. В общем, без тайфунов просто зевсов направляет эти... Эти... Пехи. В общем, здесь еще вертекс летает почему-то. Вертекс тоже теряет все в итоге. Сейчас вертекса тоже уроним. Здесь еще эти тайфуны. Тайфунов, естественно, по одному штуке. По одной штуке это просто самоубийство. Здесь еще эти пехотинцы. Опять я лечу свой луч. Никак его все-таки за весь бой не смогли уничтожить. Здесь я смотрю одним вертексом что к чему. Может быть у зеленого все-таки есть луч. Но нету. В общем, здесь еще и синий поставил эти ПВОшки. Все еще надеются на победу. Не знаю, в общем. Мой противник уже нормально разросся. Я уже могу себе позволить синий буст. И в итоге все. Да, мой уже напарник начинает уничтожать одного за другим здесь юнита. Здесь у него пачка зевсов направляется. Защита от воздуха у него получается вертексами. Вот у него тоже, кстати, масс вертексы. Он помогает мне. Нормально. Сделал себе четвертый штаб именно в углу. Нормально. Нормально разросся. Теперь мне нужно будет... Вот, кстати, он почему-то... Зеленый сидит на голд-воздухе. И пытается уничтожить циклона. В общем, ладно. Забирает циклона. Потому что он сейчас уничтожит его. Все. И здесь еще эти зевсы. Они мне дают все-таки разведку. Поэтому зевсы эти... Мой противник был вообще не бесполезен. А был все-таки очень даже полезен. У синего, у зеленого почему-то есть даже щиты. Мог бы что-то другое сделать, наверное. Мог бы как-то по-другому сыграть. Может быть, вертексами. Масс вертексами. Это было бы намного лучше. Ну да ладно. Опять он летит. Я это вижу. Сразу поднимаю вертексов. И начинаю атаку по его вертексам. Уже у него масс вертексы. Опять он пытается уничтожить мой луч. Несчастный. И ничего не выходит. Первый удар, второй удар. Он улетает уже. Все. Понимает, он не сможет уничтожить. Здесь еще и по посейдонам попадает. Посейдоны почти уничтожили. Но в итоге все-таки 2 вертекса осталось. 2 вертекса тоже уничтожаю. В итоге у зеленого вообще не осталось этих вертексов. Вот. Толком у него нету техники. И в итоге у меня еще и луч я не отменил. Первый раз тоже не отменил. Сейчас он бомбанет. И в итоге на этом конец. Здесь две точки появились. Ну, толку от них нет. Они могут даже забрать. Ничего страшного. И вот. Приехали. Последний удар. Отличный удар. И у пятого штаба совсем чуть-чуть остается хпшки. И я его забираю. Все. Синий ничего не может сделать. Он парализован. У него все восстановления здания уже прошли. Он все ресурсы потратил на пвошки. И зеленый полностью истреблен. Уничтожен. Стерт с лица этой базы. И зеленый пока будет восстанавливаться. Я сделаю здесь еще три луча. В общем, вот такой вот бой получился. И да. Своим хейтерам я разрешаю себя называть ему. Ладно. Угораю просто. В общем, уже идет снос. Да. Первый здесь синий получил луч. Да. Синий получил луч. А. Сейчас все. Получил луч. А. Зеленый получил луч. И теперь остался только лишь мой напарник. Здесь я уничтожаю все-таки ему штаб синему. Вот. Остался только лишь мой напарник. В общем, вот такой бой. Кому понравилось, пишите, что вы думаете об этом бое. Кому не понравилось, тоже пишите, что вы думаете об этом бое. Вот. Всем удачи. Всем пока. Здесь пятый штаб у моего напарника. Всем пока.